Здравствуйте! Скажите, как Путин и его команда пропагандистов отпиарили массированные бомбардировки украинских городов? Насколько убедительно? Тут, мне кажется, у них несколько поменялась стратегия, да, потому что последние все месяцы в основном она заключалась в том, чтобы говорить о том, что мы бомбим военные объекты, гражданские объекты мы не трогаем. То есть, когда начались бомбардировки, можно было видеть, как там главные пропагандисты типа Скобеевой, они открыто постят видео распробленных детских площадок в Киеве. То есть, мне кажется, они скорее старались это формировать как такое возмездие, да, то есть им нужно было, чтобы люди как раз увидели, что они вот в полную силу теперь бомбят и гражданскую инфраструктуру. Да, насколько это было эффективно? Ну, я думаю, что в том смысле, в котором они пытались это донести, это оказало некоторый эффект, в том смысле, что, ну, они, это как бы был нарратив, который они какое-то время циркулировали на телеканалах и на ток-шоу, да, то есть они говорили о том, что вот мы такие, значит, гуманные, мы не бомбим гражданские объекты, да, то есть эту карту они откладывали на потом. И вот сейчас Путин как бы это попытался фреймировать какой-то такой жест, да, вот, ну вот мы наконец-то начали воевать в полную силу. То есть в каком-то смысле это было эффективно, да, то есть вопрос в том, какая здесь была аудитория. Мне кажется, здесь аудитория была скорее не обычные люди, да, которые смотрят телевизор, для которых это может и напугать, а скорее вот эти вот провоенные разные, более агрессивные радикальные силы, которые требовали радикализации очень долго. А как вам реакция населения на массовые бомбардировки Украины? Удалось ли заразить их ядом возмездия, как подает это военное преступление Кремль? Ну, я не думаю, что в целом, если смотреть на какую-то среднюю температуру по больнице, удалось кого-то заразить ядом возмездия. То есть, опять же, да, то есть если мы смотрим на какие-то установки политических людей, да, есть какие-то небольшие группы радикальных сторонников, да, у которых, которые уже много месяцев повторяли вот этот нарратив. Нужно жестче быть, нужно там чуть ли не ядерное оружие использовать. Вот, а в основном-то у людей нет таких радикальных установок. То есть есть какая-то пассивная, может быть, даже не поддержка, а такое как бы соглашательство, и для них радикализация скорее, ну, это нечто неприятное. То есть это так же, как с начала войны, да, то есть в декабре месяце там массовые вопросы показывали, что люди, очень маленькая группа людей готова была отправлять оружие в ДНР, не говоря уже о начале войны. Да, но когда война случилась, их поставили перед фактом, нужно как-то психологически с этим быть. То есть это так же и сейчас. То есть люди не очень любят в целом, если смотреть на температуру по больнице, какую-то радикализацию и какие-то вот такие вот зверские действия. Спрошу прямо, получает ли удовольствие население России от того, что в Украине разрушаются теплосети, электростанции, мосты и заводы? Я думаю, что вопрос здесь в том, что мы имеем в виду под населением. То есть какие-то люди действительно получают, но в целом их относительно немного. То есть, ну, большинство все-таки, мне кажется, нет. Скажите, а в чем особенность путинской пропаганды? Чем она отличается от Геббельсовской? Журналист Юрий Дудь в своей последней работе уже открыто проводит параллели между пропагандой Третьего рейха и Кремлевской. И даже интервью у одного из своих героев взял на фоне здания бывшего министерства пропаганды в Берлине. Ну, есть много сходствий, есть много различий. То есть, на самом деле, так прям сходу приравниться не нужно. То есть, есть сходства, да. То есть, если вы, например, посмотрите на речи Путина, они там огромное количество каких-то риторических приемов, которые похожи на нацистскую пропаганду. Да, то есть это они на нас напали, они нас вынудили, вот это все. Но с другой стороны, если посмотреть на пропаганду вообще, вот эти клише не повторяются и в других каких-то местах. Отличия, ну, мне кажется, в российской пропаганде все-таки нет четкой консистентной идеологии, да. То есть, как было там, например, в Советском Союзе или в нацистской Германии. С одной стороны, с другой стороны, ну, контекст другой, да. То есть, все-таки в середине 20 века можно было изолировать государство, где у людей есть доступ только там к радиотелевидению, не только к пропаганде. Да, сегодня все-таки, даже если бы они хотели, они не смогли бы полностью изолировать Россию, да. То есть, люди все равно будут каким-то образом сталкиваться с альтернативной информацией. И это меняет некоторые стратегии пропаганды. То есть, часто пропаганда работает не так, что она пытается в чем-то убедительно вязать картину мира, а она, скорее, старается дискредитировать альтернативную информацию, внести какое-то недоверие, да. То есть, ничему доверять нельзя, все неоднозначно, вот это все. То есть, в каком-то смысле это, ну, работает, потому что российская пропаганда все-таки существует в современной насыщенной медиасреде и полностью оградить людей от альтернативной информации невозможно. В этом большое отличие, мне кажется. Путин нередко использует риторику идейного превосходства. Мы особенная нация, с нами Бог, за нами правда, мы лучше Запада знаем, что такое хорошо, что такое плохо, только мы являемся хранителями традиционных семейных ценностей, ну и так далее. Насколько эти сомнительные тезисы промывают мозги населения? Вот эти вот идеологические аспекты, да, то есть мы особенные, там действительно есть некоторые вещи, которые с людьми резонируют, да. Но тут есть разные исследования, которые показывают, что момент исключительности, он кого-то цепляет достаточно хорошо, да. Но не сам по себе момент исключительности, а это все формируется, как вот у нас был такой исключительный советский народ, да, потом случились 90-е, 90-е, 90-е Запад нас поставил на колени, и, значит, Путин Россию возвращает на карту мира, да. Вот эта конструкция, она с многими людьми достаточно резонирует, не сама по себе, да, не потому что там есть какие-то люди, у которых, которые с рождения империалисты, да, потому что это последние 15 лет, 10 лет пропаганда это активно повторяет, да, то есть начиная с, собственно, прихода Путина к власти в начале десятых, это как бы главный нарратив, то есть мы постоянно фокусируемся на том, какие ужасные были 90-е, все там хорошее, что было в 90-х, мы упускаем, и все это формируем как такую как бы последовательность, да, то есть развал Советского Союза, 90-е, значит, восстановление, возврат России на карты мира. То есть для многих людей это действительно нечто, что они понимают и чему они сочувствуют, да, но тут нужно смотреть на то, насколько они как бы вовлечены, да, то есть понятно, что есть большое количество людей, которые такой скорее являются пассивной аудиторией, и там гораздо меньше резонанса всего этого вы найдете, и особенно там по возрасту есть различия и так далее. Максим, вы можете спустя 7 месяцев с начала войны и с учетом массовых военных преступлений, совершенных российской армией, теперь сформулировать, в России фашизм немецкого образца или это российское ноу-хау название еще не подобрано? Ой, ну про это много идет дискуссий, тут сложно сказать. Мне самому это кажется натянутым сравнением, потому что в чем смысл это сравнение, да, то есть обычно сравнения работают, нужны для того, чтобы что-то лучше понять, да, то есть мы аналитически сравниваем, и какой-то предыдущий кейс нам что-то позволяет лучше понять. В случае с Россией мы как бы видим действительно такие фашистские тенденции среди элит дискурса идеологии, да, вот все эти вот фразы про то, что мы врагов народа там как мошку выплюнем и так далее, да, то есть они действительно намекают на какие-то вот эти вот речи фашистских нацистских идеологов. С одной стороны, с другой стороны, если мы смотрим на фашизм как как бы режим и политическую структуру, то мы знаем, что и нацизм, и фашизм – это были мобилизационные режимы, да, то есть это режимы, которые пытались активно индоктронировать население и вовлечь в политическую жизнь насильника. В России мы наблюдаем то, что у Путина всегда традиционно был демобилизационный режим, да, то есть идея была в том, чтобы людей как раз оградить от участия в политике, да, мы здесь сами решим наверху, а вы, пожалуйста, ничего не делайте. И последствия этого мы наблюдаем и сейчас, да, то есть когда политика, наконец, начинает вторгаться в жизнь людей, когда проходит мобилизация, люди от нее бегут, сопротивляются, индивидуально, коллективно, то есть мобилизация как раз, ну, буксует, потому что сам режим, он 20 лет последний, он был как бы демобилизационный, он авторитарный, а не авторитарный. То есть в этом смысле я бы не сказал, что он фашистский, хотя какие-то тенденции наверху и которые в том числе распространяются где-то и на население, они присутствуют, да, то есть в молодежной организации, это фашистская символика, идеология, речи и так далее. Фашистская или нацистская идеология заключалась в том, что все остальные народы, кроме немцев, это биомусор. Думает ли отутюженной кремлевской пропагандой россияне то же самое об украинцах? Мол, они не совсем полноценные и не такие, как мы. Ну, тут очень сложно обобщать, да, то есть я соглашусь с вами в том, что как бы в России было некоторое такое отношение среди многих групп к Украине и украинцам, как таким вот эти все истории про братские народы, младшие братья, какие-то такие вот хорошие свои, но не так хороши, как русские, да. Но это неравномерно спостаненная идеология была, да, то есть есть группы, которые как бы так не думали, есть группы, у которых это вот так вот на уровне базового какого-то мироощущения присутствовало. То есть мне кажется, до войны в некоторых группах действительно была вот такая установка распространена, да, то есть какие-то такие, как бы, вроде как не враги, но такие недостаточно русские младшие братья. Как бы Путин об этом, да, постоянно говорит, да, то есть культуру украинскую считали недокультурой многие, да, то есть Украину считали не до конца независимым государством. То есть мне кажется, что здесь были некоторые интуитивно, интуитивные нотки, которые как-то резонируют с вот расизмом там и фашизмом, но отличие опять же в том, что да, то, что это не равномерно распределенная идеология, с одной стороны, и с другой стороны, это не оформлено в идеологическую доктрину, да, все-таки для фашистских и нацистических режимов это как бы идеология. Для России это нечто такое вот, которая нечет, такая установка, которая в некоторых группах присутствует, а в некоторых не присутствует. История от Алексея Арестовича. Один из пленных офицеров, оказавшийся несколько лет назад после событий 2014 года в руках ВСУ, на вопрос украинца, за что вы нас убиваете, тот ответил прямо. За то, что вы нас, русских, не любите, а должны почитать и любить. Как вам такая идейная трактовка войны? Ну, это вот часть вот этой агрессивной идеологии, которая раскручивается. То есть, любите нас, а если вы нас не любите, мы вам силой покажем. То есть, действительно, здесь видно четко, с одной стороны, какие-то ксенопопские отношения, очень унизительные отношения, с другой стороны, агрессивная милитаристская политика, да, вы либо любите, либо мы вас силой заставим. То есть, это, я могу себе легко представить, что человек, который это сказал, он там вечерами смотрит Соловьева, который постоянно то же самое повторяет, правильно? Вы пишете, Максим, в последнее десятилетие российское телевидение выработало особенный формат, соединяющий идеологически заряженную подачу информации с развлекательным контентом и направленный на привлечение не самой вовлеченной и даже скептичной аудитории. Можете привести примеры и как это работает? Самый, мне кажется, скандальный пример – это на шоу Первого канала ведущий как-то принес ведро с надписью «Дерьмо» и пригрозил, что он выбросил это дерьмо на человека, который как бы играл роль украинского блогера. Понятно, что он не был украинским блогером, это вот такое как бы шоу-театр, которое они постоянно разыгрывают. Потом сказал, что это на самом деле шоколад, который произвела фабрика Рошенко. Ну, то есть это такие скандальные разные приемы, которые действительно призваны превратить это в театральное шоу, которое людей будет привлекать. Все-таки таких сильно вовлеченных в политику людей не только в России, но в целом средняя температура по больнице такая, что их немного в мире. Есть только отдельные какие-то проценты населения, которые такие новостные наркоманы. Поэтому для того, чтобы каким-то образом более эффективно продвигать пропаганду, нужно придумать какие-то новые форматы, которые развлекательные, которые людей привлекают. Вот эти вот все ток-шоу с этой театрализацией, с этими всякими дискуссиями, оскорблениями, криками, или там Соловьев, который тоже очень такой перформанс постоянно делает. Это действительно вот то, что называется аджетеймент, совмещение развлекательных жанров с пропагандой. Я почему-то подумал, что существование в одной сетке развлекательного контента, типа шоу «Голос» и «Вечернего Урганта», а между ними политическое шоу, это и есть сращивание пропаганды шоу-бизнеса, которое дает качественный эффект. То есть одно продолжение другого. Я думаю, и то, и другое. То есть сам термин, который там, я употребляю, аджетеймент, он скорее имеет отношение к театрализации политики, к вот этим шоу. Но в целом российская телевизионная машина – это такой гибрид, который все-таки, это рыночная модель. То есть люди, которые все-таки вынуждены зарабатывать рекламой и так далее. То есть им нужно привлекать аудиторию. Но, с другой стороны, есть Кремль, который хочет, чтобы была пропаганда, поэтому они вынуждены это в разных комбинациях сочетать. Да, и то, что у вас идет сначала Ургант, который людей развлекает, потом пропаганда, но это тоже кусочек общего вот этого пазла, устройства этой машины. В Гааге начался суд над Фелисиеном Кабугой, который был главным спонсором пропагандистского радио «Тысячи холмов» в Руанде. Его обвиняют в подстрекательстве к геноциду в стране, жертвами которого стали от полумиллиона до миллиона человек. Станет ли эта история, на ваш взгляд, Максим, прецедентом для таких пропагандистов, как Владимир Соловьев, Ольга Скобеева и Антон Красовский? Все зависит от того, как ситуация будет дальше разворачиваться. Я имею в виду состояние на фронте, российский режим, что с ним будет, останется ли Путину власть и вся группировка. Но в целом я не вижу каких-то особых преград. Понятно, как раз этого человека посадили, потому что научным образом хорошо доказано, что вот эта история с геноцидом в Руанде, там пропаганда буквально имела убийственный эффект. То есть люди, которые имели доступ к этому радио, они убивали больше, они убивали более жестоко. Поэтому понятно, что в речах Скобеева, Соловьева, Симонян часто очень много ненависти. Поэтому если каким-то образом произойдет какая-то трансформация российского режима и будут какие-то суды, я не вижу преград к тому, чтобы потом этих пропагандистов действительно тоже случаи и действия разбирали.